Ребят, всем привет! Это Миша Тестит Крафт. Сегодня у нас вот такая вот кикимора на обзоре от брелка. Смотрите, они в новом исполнении, всю серию перевыпустили. Вот такая этикетка прикольная. Смотрите, здесь она гладенькая. Здесь она такая морщинистая, как и сама бабка здесь. Смотрите, сама кикимора. Сейчас сфокусирую. Тот свечевый. Здесь такая молоденькая, красивенькая в отражении. Вот ее реальная сущность, как она выглядит. Вот. Знаете, тут дизайнеры так поработали, что здесь и волны гладкие, здесь вот это просто зеркальное, и здесь тело и лицо гладкое, здесь оно такое шершавое. Сильно незаметно, но на ощущение вообще прикольно. То есть, естественно, луна тоже другим этим тоном, можно сказать, отзеркаливает. И полоска тут металлическая. Раньше они одну тонну рисовали, здесь уже она такая вот с узорчиком. Я не знаю, видно вам, нет? Так, кикимора – это у нас молочный стаут, классический легкий молочный стаут, как здесь написано. Сейчас будем открывать и тестить. Пахнет, ну реально, стаут такой даже. Немножко шоколадный оттенок. Тёмный-коричневый такой вкусный. Стойкая пена. Пенка с приятной горчинкой, как и положено для стаута. Ну, кстати, вкусненький. Не могу вспомнить, старая их версия кикимора такая же была или нет, но это приятная на вкус. Так что, ребята, всем рекомендую вот такая вот кикимора. Кто любит стаут, молочный, немолочный, тёмное пиво, вот. Вот это оно его стоит. Короче, брал в русале, сейчас по акции 159 или 169 рублей, не помню. Потому что на обзор я взял всю коллекцию новую, что у них появилось. Это вот такие вот баночки ещё. Здесь у нас русалочка такая с мухоморными и дузами со вкусом малины. И лет лафин. Вот такой вот фруктовый эль вишнёвый, как написано. Тоже дизайн прикольный. Потом ещё их отдельно покажу. С вами был это Миша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки. И всем пока и приятного мне аппетита. И вам тоже.